22 июня 1941 года для большинства людей начиналось как обычный день. Просыпаясь, они строили свои привычные планы, не подозревая, что им уже не суждено сбыться. Кому-то не суждено создать семью, кому-то найти новую работу, а детям не суждено пойти в детский сад или школу. Александру Анатольевичу Борисову сегодня 87 лет. Когда началась Великая Отечественная, ему было 10. Родился я в Нижегород, в то время Горьковская область, Сеченовский район, село Ясное. В семье нас было 6 человек. Всё, сначала ничего не предвещало плохого. Когда война началась, то уже отца призвали сразу в армию. Голод, холод, страх. Война навсегда изменила жизнь Борисовых. В 43-м году на фронте погиб отец Александра Анатольевича. Всё время присутствовал голод и холод. Во всё это время, почти в самом начале, когда ещё война только началась, мы ещё как-то там у нас были резервы и для пищи, и для питания, и какие-то резервы одёжка и прочее. А там позднее уже всё подносилось, стало и холодновато. Александр Анатольевич вспоминает, что многие дети уже в 12 лет отставали к станкам на фабриках и заводах, работали на стройках наравне со взрослыми. Занимались тем, что им было по силам. И всё равно мы продолжали помогать. Собирали, кто там вязал носки, чулки, что можно было, как говорится, всё высылали на фронт. После войны семья Борисовых отправилась в Москву к родственникам. Там Александр Анатольевич окончил школу, устроился на работу на ткацкую фабрику, а в 1947 году поступил в ремесленное училище. В годы учёбы, конечно, очень старался. Ну, все мои тогда молодые люди, пережившие войну, такие тяготы, были очень аккуратны в своих подходах и к работе, и к учёбе. Старался хорошо. Меня заметили там. И пригласили работать в Саров, где Александр Анатольевич со своими близкими живёт и по сей день.